Добрый день, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Сегодня я хочу рассказать о третьем важном шаге вашей новой жизни, то есть чтении Слова Божьего, обновление мышления. Вторым важным шагом вашей новой жизни – это чтение Слова Божьего, Библии, обновление мышления, точки зрения на окружающий мир и ваше положение в нем. Или вы читаете книгу или слушаете ее через наушники Библию. Разницы особо нет. Главное – текст, информация взята из Библии. Но здесь главное понимать правильно, что там написано. Теперь эта книга – это ваша новая жизнь. Из нее вы узнаете, что Иисус Христос говорит о вас и что в вашей жизни произошло, как начали жить и жили первые люди, которые приняли Духа Божьего, как и вы, их поступки и их дела. И, конечно, рекомендации, направление поступков в общении верующих, то есть церкви, то есть путеводитель по вашей новой жизни. Итак, как читать, а более о том, как понимать, что написано в Библии. И в этом вам теперь будет помогать Дух Святой. Начнем с Ветхого Завета. Вам сейчас вначале не стоит читать, слушать Ветхий Завет. В нем все написано об Иисусе Христе тем, кто жил до прихода Господа нашего на землю. Начинайте с Нового Завета. В нем все написано о жизни с Господом Иисусом Христом и о том, что делает сейчас на земле Дух Святой, Дух Его. Дух Святой, как был во времена Иисуса Христа, такой же и сейчас. Что Он делал на земле в жизни верующих, то же самое делает и сейчас и в вас, и на данный момент, потому что Дух Святой не изменился. Так вот, начнем. Новый Завет разделен на три части. Евангелие, Деяние, Книга Деяния и Послание. Евангелие, друзья. Читайте, слушайте четыре Евангелия так. Понимайте так, что Иисус Христос рассказывает людям, которые еще не имели Духа Святого. То есть люди не понимали и не получали помощи от Духа Святого в понимании Слов Божьих. Царство Небесное – это Дух Святой на земле и в вас. Сейчас это трудно понять, но со временем вы все поймете, друзья. Просто слушайте Евангелие и принимайте так, как я вам сказал. Потом, со временем вы поймете, и все это очень просто, друзья. Дух Святой вам откроет Библию и поймете, услышите и увидите, что говорит Господь Иисус Христос. Книга Деяния. Эта книга рассказывает о первых людях, которым Бог дал, наполнил Духом Святым, которого обещал Иисус Христос. Как они приняли Его и как начали жить в обновленной жизни, как вы сейчас. Все, что происходило у них, так же может произойти и у вас. Читайте так, как будто бы и вы там были вместе с учениками, как ученики начали жить с Духом Святым, как появлялись первые церкви. Это начало происходить и происходит до сего времени. Дух Святой так же действует и сейчас, в наше время, как и в нашем обществе. По сути, в книге Деяния Бог показывает историю, действия и проявление Духа Святого в обществе и людях, когда ушел Иисус Христос к Богу Отцу. Читайте. Послание, друзья. Здесь ученики рассказывают более подробно о трудностях и как жить в обществе верующих, церкви. Как жить и применять действия Духа Святого в своей жизни. То есть, как жить и делать меньше ошибок. Во времена первой церкви были такие же люди, как и сейчас. Делали ошибки. Главное, они старались жить с Богом. Нам написаны эти послания, что когда мы столкнемся с некоторыми ситуациями в жизни, как нам поступать и рекомендации к применению. Но, друзья мои, этого пока и хватит. Просто слушайте, читайте Библию и правильно принимайте информацию. Этого хватит для первых шагов для вас. И вы еще очень многое, многое узнаете. Но всему свое время, друзья. Сейчас я буду заканчивать. Послушайте следующий важный шаг в вашей новой жизни, а именно общение святых. То есть, ваши новые друзья, общение, которое необходимо для вас. Аминь, друзья.